Что это такое за ваша сакральная архитектура тела, которую да еще вы прозвали метафизиологией, потому что тут действительно гимнастики нет никакой. Тут есть истинное дыхание. Вот сегодня мы поговорим и подойдем к женскому началу. Женское начало совсем не мужское начало. Оно необходимо для мужского начала, столько же, сколько и мужское начало необходимо для женского. Для женского начало. Что это такое за ваша сакральная архитектура тела, которую да еще вы прозвали метафизиологией, потому что тут действительно гимнастики нет никакой. Тут есть истинное дыхание. Можно сперва вдохнуть, вот вдохни. Как ты можешь вдохнуть? Покажи своими руками, как ты вдыхаешь. Вдохни, еще лучше. Вдохни еще лучше, а теперь с моими руками вдохни. Вдохни. Нет, здесь не надо дышать. Здесь не надо дышать. Раздать от стоп к пружину. Какая пружинка у тебя идет? Если щиколотка не будет на своем месте, вот, если это ребро не будет на своем месте, параллельно стоит, ты по дороге пойдешь кривой. У нас есть 13 уровень суставов, о которых нужно поговорить, безусловно. Но первое, это вот эти наши сперва в паланге, потом щиколотки, которые здесь идут. И у нас ось есть посередине одной ножкой, которая начинается. Видишь, отсюда, у тебя от этого пальчика вот эта ось, это параллельно, приподнимает тебя. Я выдохну, над собой. Видишь, как я все это приподниму? Я все приподняла здесь. Здесь у меня свободно. А здесь у меня вот плестец, вот эти сакральные позвонки. Это то, что нас интересует. Это наука о человеке, который предлагается на рост, на возраст, на образование, образование этого человека. Это женская наша суть, это подавать жизни. И это величать, это пространство величать, потому что здесь делается чудо. Ты, как женщина, должна быть, как невеста Господня, и держать это величие в себе, иметь такого мужа, который бы величал, тогда это будет наука о человеке, а не наука человеческая, которая сегодня у наших детей совсем в этом не хочет. Татьяна Нечасанова закладывала свою книгу и ее история о любовь. Любовь, как вы понимаете, на всех уровнях. Самый верхний, самый замечательный уровень, который действительно ведь все и определяет, и радует нас, и все дары мы в жизни имеем, потому что мы любим, мы окружены этим, просто мы до поры до времени не осознаем это. Вот любовь на уровне нашем житейском, бытовом, мы так воспринимаем, как вот космос. А когда действительно границы совершенно, ты понимаешь, что они еще не существуют, они... Тогда ты только начинаешь жить. Вот Наталия, это вот такой айсберг, понимаете? Мы видим вот какую-то, как бы, верхнюю часть. А ведь каждый из нас айсберг, и вот эта вот часть, если ты ее не осознаешь, ну, это беден. Ты как бы не едешь и не чувствуешь ни свой капитал главный. Вот в этом и радость этой встречи, в этом и радость вот этой работы.